Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пять пульс относительно этого хадиса. Это не значит, что этих полезных моментов только пять. Нет, их больше. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, хотел от сподвижников, чтобы за это собрание они запомнили десяти обрадованных раям. Или семь смертных грехов. И так, чтобы после того, как они разошлись с пророком, салаллаху алейхи вассалям, они бы могли сторониться этих семи. И упоминание количества чего-то. Если оно конкретно не подразумевается, то это относится к хорошему методу преподавания. И так же сделал имам-обновитель, Мухаммад ибн Абдул-Бахаб, сказав шесть основ, десять вещей, которые делали ислам недействительным. Вещей, делающих ислам недействительным, их не десять, их больше. И он сам упомянул об этом в своей книге. Следовательно, он хотел здесь установление шести основ. А их больше шести. Понятно? Не подразумевается, что их только шесть. И он сказал, что эти основы являются наиважнейшими для нас. Первая основа, да, их лас, искренность. Противоположностью их ласа, искренности, является ширп, многобожия. Посредством познания противоположностей проясняются вещи. Первая основа, чтобы ты искренне посвящал религию только Аллаху. Не принимается никакое поклонение, кроме как при искренности исследования пути пророка саллаху али-гасаллаху. Если в поклонение зашел ширп, многобожий, то оно портит его. Сейчас ты совершаешь намаз и стараешься, чтобы из тебя не вышли газы. А если газы вышли, то поклонение становится недействительным. И как же ширп, многобожий? Если оно входит в поклонение, то оно портит это поклонение. И, возможно, портит все твои поклонения. Искреннее посвящение религии Аллаху, причисленный возвышен, является основой из основ. Мы созданы ради этого, для их ласа искренности, чтобы мы посвящали поклонение только Аллаху, причисленный возвышен. И автор хотел разъяснить, что искренности и хласу с этой стороны противопоставляется многобожий ширп. И если человек умирает на малом многобожии, то он в аду навечно? Нет. Наказывается соразмерно ширпу, затем заходит в рай. А за большой ширп навечно остается обитателем огня. Если покаялся, Аллах прощает ему. И вот это первая основа. Ихлас искренность, и противоположность ее является ширп. Второе. Единство в религии. И запрет разделяться. То есть у нас основа. Единство. И то, что противоположно ему, разделение. А как нам объединяться? Объединимся на том, на чем объединились пророк, салалулаху алейхи вассалям, и его сподвижники, да будет доволен имя Аллах. Есть версия хадиса, что это то, на чем сегодня я и мои сподвижники. Объединимся вокруг одного Господа, причисленного возвышен. Одного пророка, салалулаху алейхи вассалям. Вокруг одного шариата, одной киблы, намазов. Так вот. Сейчас имам, когда совершает намаз, говорит... В основе говорится «Авуд», то есть «тебе я поклоняюсь». Так говорится в основе. Почему говорится «тебе мы поклоняемся»? Да, это Куран. И никто не сомневается в аяте. Почему здесь в аяте множественное число? Это для того, чтобы мы объединялись, как будто бы ты говоришь «О мой Господи!» Объединимся же в поклонении Тебе и не будем разделяться. И имам в тот момент, когда проводит молитвы с людьми, говорит «Только тебе мы поклоняемся». Объединимся же на поклонении Тебе в этих намазах. Пятикратно, днем и ночью, в пятницу, на праздниках. И собираются люди со всех краев во время хаджа. Следовательно, нам необходимо объединиться на том, на чем был пророк, салалулаху алейхи вассалям, и его сподвижники, да будет доволен имя Аллах. И не будем разделяться. Разделение в религии является порицаемым. Разделились иудеи, разделились христиане, так же разделятся. И это общение. И это как оповещение, так и предостережение от пророка, салалулаху алейхи вассалям. Следовательно, мы должны объединяться. Тот, кто противоречит Ахлю Сунна, прошу Аллаха, благополучия и безопасности. Что нам с ним делать? Обязательно мы должны наставлять его. Обязаны увеличивать количество приверженцев Сунны, прийти к нему, сказать, Бойся Аллаха, будь с нами, так не подобает. Нас должно становиться больше. Должно увеличиваться количество последователей пророка, салалулаху алейхи вассалям. Ираклий спросил у Абу Суфьяна, рода Аллаху анху, о сподвижниках пророка, да будет доволен имя Аллах. Сказал, увеличивается ли их число? И что ответил Абу Суфьян? Да, увеличивается. И если сегодня наше количество не увеличивается, значит, у нас есть недостаток. Значит, мы не следуем по пути пророка, салалулаху алейхи вассалям. Обязательно наше число должно увеличиваться. И относительно этого, которое противоречит нам, посмотри на него с двух сторон. Посмотри на него с двух сторон. Первое, воздай шахвалу Аллаху за то, что он тебя облагодетствовал. А с другой стороны, призывай его к этому. Призывай к одобряему и запрещай порицаемое, и не оставляй его на заблуждении. И у него есть права, которые нам необходимо исполнять в отношении него. Но это при условии, что ты сможешь поменять его, но не измениться сам. Но так, чтобы мы говорили о нем гыбу, то есть злословили, или же распространяли сплетни, передавали чьи-то слова, или обзывали, или подшучивали, то все это не имеет отношения к тому, что узаконил Аллах. При призыве отклонившихся, или же разговорах о них, мы должны следовать путем праведных предшественников. При призыве отклонившихся. Как нам разговаривать с ними? Как нам призывать их? Кто тот, кто должен призывать их? Так, чтобы они изменились? Он повлиял на них, а они не повлияли на него. И, следовательно, мы должны объединяться. И каждое общество, возьми за право, каждое общество, которое ты внешне видишь, что они не на том, на чем был пророк, саллаху алейкум ассаллаху, то на самом деле они на расхождении разногласят. Третье — слушаться и подчиняться. У нас есть понятие «слушаться и подчиняться правителю», и противоположное ему — ослушание, выход против правителя, демонстрации. Слушаться и подчиняться кого? Правителя. Однако у нас есть ограничения, у Ахли Сунна. Прошу Аллаха, чтобы мы были из них. И подчинение во всем, кроме ослушания Аллаха. Нет подчинения творению в ослушании Творца. Нам приказано слушаться и подчиняться во всем, кроме ослушания Аллаха. Братья наши, проблема в том, некоторые люди порицают кого? Кто из течений, у них нет послушания и повиновения? Хариджиты? Отлично. Хариджиты. И вот первый выход против правителя в исламе. Каким образом он произошел? Он был языком, то есть словами. И кто его сделал? Зульху Айсера. Что он сказал? Будь же справедлив, о Мухаммад. Сами слова истинные, правильные. Будь справедлив, правильные слова. Однако он подразумевал под ними ложь. И слова Хариджитов, правильные слова, внешние. Но подразумевают они под ними ложные. Говорит шейх Ибн Вахтаймин, да будет доволен им Аллах. Не может быть такого, чтобы произошел выход против правителя мечом, кроме как ему предшествовал выход против правителя языком, словами. И вот сейчас, если ты подчиняешься и в малых вещах, то это значит, что не может быть такого, чтобы ты вышел против правителя большим выходом. Хорошо. Нарушил знак или светофор? Да, нарушение предписаний знаков — это выход из подчинения. Подчинение же должно быть в благих вещах. А для чего установлены знаки? Для того, чтобы обеспечить безопасность населения. И вот сейчас, что утверждают некоторые люди? Кредиты. У них что? У них ослушание. И вот этот, который нарушает предписание знаков. Это постепенно, постепенно, постепенно приводит его к чему? К тому, чтобы выходить против правителя с оружием. Нарушает знаки. Некоторые люди, чтобы объяснить тебе, скажу, послушай. Документы, которые необходимы для получения суды от государства, то есть суда на строительство дома на своем участке, я не знаю, как она у вас здесь называется, что касается документов, то их очень легко сделать. Определенный офис оформляет тебе полный пакет документов. Затем ты предоставляешь документы государству, они дают тебе займ. И говорит, сделаем документы. Такой человек призывает к порицаемому. Такой призывает к выходу против правителя. Такой выход не подобен тому большому, но это его начало. И приучай себя к послушанию и подчинению, насколько ты это можешь. И каждый из нас обязательно. То есть каждый из нас совершает грехи. И некоторые люди сами грешат, ослушаются. И что? И других также призывают нарушать. Нет же. Давайте будем, насколько мы можем не нарушать. В один из дней я ехал в автомобиле вместе с этим нашим братом. И мы ехали по дороге. Каждая машина мчалась по этой дороге. Все машины мчались по этой дороге. А наша дорога, наш путь был с этой стороны. А этот не едет по этой полосе, по этой дороге. Я говорю, о брат, зачем ты не перестраиваешься? Он говорит, ты не видел указатель? Причи стола. Все эти машины, они не видят указатель, что въезд запрещен. Да, есть там знак. А все эти машины, что он говорит, послушай. Что касается меня, то меня не волнует они. Меня волнует то, что на мне самом. И я еду, даже если я потрачу время, бензин и так далее, то я возьму свою расчету Аллаха. Он научил меня, клянусь Аллахом.